Привет, зритель! Какой же это геморр поставить этот штатив сюда, чтобы было видно и меня, и иду, и так, чтобы было видно чётко, особенно для тех, кто слепой. В том смысле, не в смысле, как я, допустим, слепой или совсем слепой, а те, кто вот... Ой, не вижу-то, чё за макаронину ты ешь? Я думаю, меня и видно, и слышно, соседи, если меня вдруг внезапно слышат, ну мало ли, так это некоторые иногда под окнами гуляют, смотрят, что я делаю. Нахрена вообще? Вообще, я тут, по-моему, как на этой, прям на ладони этот, можно не смотреть YouTube, можно вон встать напротив окна практически, быть с нормальным зрением и пыриться, как лера кушать. Короче говоря, был у меня тут запрос уже раз много, наверное, и, наверное, даже много от кого. От какого-то среднего пола котейки параноика. Благословит его и приветствует кто-нибудь. Короче, о том, как я работала в библиотеке, чувак. Я не знаю, может быть, ты, конечно, и девушка, но ты сказал, что хочешь быть средним полом, короче, чувак. А что это было? Это был 2005-2006 год, два месяца после кулька и два месяца на следующий год. На замене, потому что мест не было, но уходили люди в отпуск и освобождалось место какое-то. Но я думаю, что в основном, конечно, опустим подробности, что я думаю, я думаю, вы догадываетесь, что я думаю, даже если вы не догадываетесь, то намекну. Много, где бывает, что нет мест. Вышел даже закон, что, допустим, учителями могут работать только учителя, библиотекарами, допустим, только библиотеками. Очень давно уже, так же, как я, уже не работаю там. И при желании обычного места в подобные, не только в подобные, берут по блату, по знакомству, еще как-то. И вдруг места, которого не было, случается, потому что, я помню, мне уже, когда я закончила пед, и курек, мне сказали, ой, ну да, вот закончишь пед, мы тебя возьмем на постельку, да? Взяли, конечно. Не было места совершенно, человек ушел в декрет, я могла бы, у меня даже, вроде как, этот человек, уходящий в декрет, с которым мы сейчас не общаемся, разошлись с интересами, точнее, человек показал себя отсылка к ролику с предыдущей едой. Короче, что я, это типа того, что вот я ухожу в декрет, возьмите Лёю. Лёля тут постоянно что-то в библиотеке ошибается, помогает по собственному желанию, по собственному, вообще-то как туристический волонтер хренов библиотечный. Типа у Лёли даже есть какой-то никакой опыт, типа возьмите Лёлю. Ну и потом другая моя, знакомая, я вообще не понимаю, чем она тогда думала, мы с ней около года не общались после этого, сказала, ой, да она вообще работать не хочет, когда я пришла как бы, ну почти на собеседование или что-то было, ну в общем, в принципе, я уже поняла на тот момент, что у меня там ничего не светит, мне даже прямым текстом говорили, типа тебе ничего не светит, хрен ли тут ошибаешься. Я не хотела долго про это говорить, но библиотеки как таковой, в принципе, уже нет. Я так понимаю. И не знаю, будет ли она, и я не знаю, работают ли там ещё те люди, которые мне вставляли палки в колёса. Допустим, пришла Лёля, десятиклассница, книжку по истории сдавать, учебник. А Лёля говорят, ну типа всё, вычеркнули, пришла Лёля какую-то книжку брать. А Лёля говорят, а ты не сдавала эту книжку, или ты взяла эту книжку, которая на мне вообще записана, которую я вообще в глаза не видела. Ну были маленькие всякие разные конфликты. Не знаю, что я им сделала, может быть, родилась, может быть, не померла тем людям, которые гадости мне делали. И нет, там были очень хорошие люди. Я надеюсь, что там несколько людей всё ещё осталось хороших. В общем, я работала в 2005-м. В основе фонда заключалось, этот человек так задал вопрос, специфик работы в библиотеке, прям тема для курсовой. Тут, кстати, пока ещё не остыла, надо поесть. У меня тушёная резиска. Вообще, я её хотела пожарить, но в итоге она у меня получилась тушёной, потому что я её жарила под крышкой. По-моему, надо было вообще в купе заглянуть и глянуть, как я там её жарила. Жарила под крышкой несколько раз с толстыми стенками, но потом она у меня застыла, потому что я её сразу не съела. Человек у меня на обед пришёл, говорю, что это? Где ты этот рецепт делала? Сама придумала. Я говорю, в аниме подцепила. Но это уже не анимешний рецепт, потому что я даже забыла сюда укропчика положить или какую-нибудь приправу. Тут тупо свиное сало, редиска с огорода и соль. С какими-то там гранулами, где на 30% меньше соли. Может быть, даже я обозревала эту соль. Потом тут у нас салатик, авокадо, помидорка, листья, салаты, которые в Инстаграм уже, наверное, есть, а может и нет. Нет, я их только выходила, кукидала. Короче говоря, масло льняное и соль. А тут у нас оставшиеся мини от того салата. И вот этот вот фунчос, ещё не помешано, кстати. Миги внизу. Надеюсь, не остыло. Ну и масло тут уже минимум. Короче говоря, а нет, там у меня другой салат был. Ну, в смысле, другой был состав с мигьями просто. Просто вот подобный как бы баночек, который обозрелся, но ещё не смонтировался. И вот из этой половинки баночки трёх рыб, эти самые миги. И, короче, человек задал такой вопрос, будто он препод на курсовую. Курсовую там на библиотечное дело или курсовую ещё по какому-нибудь там предмету. Вот у человека, если тебе нужна специфика, загугли, наверняка кто-то писал такую курсовую там или ещё реферат на эту тему. На самом деле, я весь жужжко, как хотела. Так вот, так как по комментам на стене Ютуба прошлый ролик зашёл, остыла. Может, подогреть её немножко? На кровавомоке. В принципе, она и так неплохая. Зашёл умная мысля под еду, то я решила вот сейчас и записать это. Опять забыла про эту верёвочку. Ну, кстати, благодаря этой верёвочке, когда на ситечко перекидываешь эти макарошки, то они все из кастрюльки выпрыгивают. Они остаются на стенках, как если бы подобная фунчоуза другой фермы, без верёвочки. Углический, можно сказать, хейтер, который сидит на насиках 16 сентября прошлого года. Уже просмотрел предыдущий ролик и, как обычно, насочинял Стрекурова. Мне даже стало интересно, что он такой укурит, колет себе, нюхает, ест, пьёт, что у него такие галюны относительно меня случаются. Короче, первые два месяца 2005 года я в основном сидела в фонде, расставляла книжки по алфавиту, но это фонд относился к абонементу. То место, куда, допустим, пришёл человек взять книжку или, наоборот, со списком литературы взять книжку. И библиотекарь поднимает сегодняшнее полушарие мозга и идёт каталожкам смотреть. Там уже забыла, как это называется. Короче, какой отдел, к чему относится, и, там, допустим, 7-6 такой-то отдел русской литературы. Честно, сейчас отбалду сказала, на самом деле уже не помню. Ну, что если нет практики, то это вообще напряг забывается. Если практика появляется, или хотя бы рядом постоял 15 минут, то уже в голове вспоминается это всё. Человек идёт к определённому, говоря простым языком, для тех, кто в библиотеке вообще знаком, только сдать книжку и принять, ну, или взять, идёт к определённому стеллажу с книжками, с полочками и с определённой полочки берёт вам эту книжку. Не знаю, по какой причине, но, видимо, книжки там не всегда оставились в обратном. А когда их возвращали на нужную полочку, я протеряла полочки от пыли и расставляла книжки в алфавитном, допустим, порядке. Так как я на тот момент с собой таскала дофига всяких таблеток, от головы, от желудка, от чего-то ещё, ну, в смысле, от мигрени, от зуба там какого-нибудь. Вся такая спустя шесть лет после ДТП и даже шести лет ещё не было. То один человек, который ещё с моей мамой работал, она боялась, как бы я там ласты не склеила, в оборок не свалилась. Периодически меня проверяла и ругала, что если я там это, перенапрягаюсь. Ну, нормально относились, а вот, в принципе, даже в фонде мне нравилось работать. А я на самом деле думала, что меня сразу поставят там читать и книжки писать. Когда ещё случилось пара человек, и вроде как девочки, практикантки, ну, от школы, допустим, послали практику проходить. Вот. И они занимались примерно тем же, что и я. Вот не будем практиковать систему, которой, возможно, уже больше и нету. Я имею в виду библиотеки этой. Но, мне кажется, всё же намного удобнее. По себе знаю. Когда, помню, разбирала, протирала пыль, расставляла по порядку в библиотеку дедушкину. Прошу и курсилища. Я так, может, 16 или 16. Удобнее намного, если ты взял книжку в одном месте, будучи библиотеком, да? То, когда её вернули, читатели, удобнее, всё-таки, поставить её туда, где ты её взял. Ну, возможно, ты не помнишь, где конкретно ты её взял. Но, как бы, вообще-то, возможно, это не может быть, потому что каталоги вот эти все, систематические, алфавистные указатели, прочая трябуха. И вот, допустим, стоит разделитель, русская литература, ну, там, какой-нибудь толстой. Вот ты идёшь на эту букву «Д», ну, там куча томиков этого толстого, и уже там распределяешь. Ну, пусть он был там какие-нибудь сочинения, не знаю вообще, вот толстого как-то были, какие-нибудь сочинения в томах. Наверняка, были? Допустим, стоит первый, второй и четвёртый том. Ну, иногда там, допустим, первый три экземпляра, второй три экземпляра, четвёртый три экземпляра, ну, и третий, соответственно, три экземпляра. И вот выдано, допустим, внезапно так получилось, ну, допустим, «Война и мир». Выдан третий том весь, а все остальные тома есть. Где возвращают этот третий том? Ты, соответственно, ставишь его между вторыми томами и четвёртыми. Вроде как все удобно, чтобы потом не искать, не офигевать, что тут черти-чет. Насколько мне известно, раньше были еще и при маме, когда она работала в детской библиотеке, были у них эти всякие проверки плановые. Я не уверена, конечно, но возможно эти проверки касались и вот как книжки стоят. Помню, когда пошла на библиотечную учиться, подружке одной моей близкой родственницы надо мной и разжирали. А мне это обидно было, потому что за маму работала библиотека. Мама у меня вообще заканчивала институт, московский этот кулек. Ну как бы это было не последний человек горли, на тот момент далекий, почти 20 лет назад. Ну, в принципе, 20 лет назад уже едет. Ну, я даже, я помню, печатала на компьютере кусок своего не то диплома, не то курсовой диплома. И надо мной угорала очередная подружка моей близкой родственницы. Типа того, что, ой, а че? Че, я там для училась три года. Че там три года-то делать, да че там, учиться книжки с полки на полки, типа переставлять. Я не выдержала, ей сказала. Ну, че, на проститутку-то учиться надо. Ну, как бы... Любая работа сама посередине тяжелая. Она от меня после этого отстала. Возможно, я ей сказала, конечно, глупо, но докапываться и ржать перестали. Это на тему того, как у меня был как-то опрос на канале, считая, что люди умственные труды равны физическому. Ну, и просто отношение людей к сужому труду. Не надо прийти сутки греть, потому что сало застало. И стало беленьким. Не знаю, может, вырежу этот кусок, может, там, веревочка, веревочка, иди сюда. Чтоб я тебя по ошибке за макароней не приняла. Ну, нет, понятно. Ну, и вот, некоторые, конечно, казалось, уже узнавали там просто Рим. В библиотеке просто есть же много дураков. Точнее, не вообще есть, а вообще много. Довольно много дураков. Не знаю, как в ваших населенных пунктах облучить их прилично. Так вот, кришки, по большей части, довольно тяжелые. А чтоб переставить полки на полку, тоже надо, как минимум, немножко дознать. Потому что они, по большей части, в смысле, вообще, по идее, в идеале, расставлены по определенной сети. На следующий год я уже работала два месяца. Ну, в принципе, потом я, насколько помню, в 2006 я работала на кафедре. И второй месяц 2005 я тоже по большей части работала на кафедре, потому что были люди, с которыми я познакомилась именно благодаря работе в библиотеке. Короче говоря, были просто разные читатели. Я предупреждала моя непосредственно на тот момент начальница, которая сейчас уже не работает либо на пенсии. Ну, и директор, соответственно, тогда был другой, которая была директором еще при моей маме. Ну, что, ну, как бы три специфических читателя была. Один, по-моему, до сих пор у них, ну, не знаю, сейчас он никак работает-то специфически тоже. Сами по себе раскидала библиотеку. В общем, один как бы сейчас существует, другой я не знаю, потому что он довольно такой древний дедушка был из деревни. И один, вот я не уверена, живой он или нет. Мама-то его, по-моему, пропала без вести. Скорее всего, наверное, уже не жилец. Ну, местная поэта совла. Сегодня моя резиска прошла тройную термообработку. Два раза на сковороде, один раз на микроволновке. Рука дрожит. Я даже вижу, что она дрожит. Ну, я тут с воскресенья вообще поняла, почему я тут помирала два дня подряд. Два с половиной. Свободу было в двадцать семь в теньке. Я впахивала на благо, на цветочнее, наверное, саму себя, потому что Марину приводила по ряду в деревне, чтобы были яды летом. И спала от силы часа четыре с половиной. А в окружении мы сажали картошку. В теньке, по-моему, было примерно так же. Я спала часа четыре от силы. Ну и ещё момент такой, что у меня как бы на жарком солнце работать противопоказано. Физически. Ха-ха-ха-ха. Ха-ху. 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 Поэтому теперешний тремор, это как бы... Ха-ху-ху. Я уже подумала, у меня хоть пишутся, но... Ха-ху-ху. Ха-ху-ху. Ха-ху. Потому что этой ночью я чуть ласты не склеила Даже подумала, ой, наверное, у меня температура Решила её всё-таки смерить А она низкая, я думаю, понятно Почему мне охота так чёрного чая Клепкого поселить ночью Ну и ещё чисто из воспоминаний Была такие записи на полях На всяких бумажках У меня там год спустя потом Ну как бы были всякие такие заметки И рисунки Была такая тема потом Типа сказки уготшали, угадай кто Название тоже так же, как мой ник Совершенно случайно сооружилось Я что-то подружкой Ещё до такой темы Ну были какие-то мысли Обговаривала, и она это запомнила Я как-то не обратила внимания Ну в общем была такая как бы не юморная Ну людские пороки Юморной, наверное, форме выдавались Позже я потом тему такую использовала Как раз, наверное, где-то в это время начала читать Нет, в 2008 или 2007 я начала читать Песни Мордорура И Сидора Дюкаса Ну и фраза у меня такая была Бечёвши-то Мордорур И я просто записывала, что тут какие-то интересные моменты От разных читателей После общения Или то, что замечала О, блин, в этом городе мне ещё жить Я думаю, Настяки, если будут это смотреть Там на начале, то, что я говорила Опять мне будут кости мыть На тему, какая плохая Как я вспоминаю только что-то плохое На самом деле, было очень много всяких Хороших моментов Благодаря тому периоду Краткому работу в библиотеке Я полюбила маслины Были интересные моменты В каком-то плане Это палка двухконтакт Потому что, ну, допустим Если у вас человек работает в библиотеке Вам нужно какую-то книжку достать Она очень редкая Её, допустим, выдают только Ну, там, в читальном зале почитать Или ещё что-то Или максимум на сутки Под какой-нибудь залог Тут вам повезло Вы можете её получить Тогда я, конечно, офигевала Но сейчас я понимаю, что Я входила именно вот В ту часть читателей Как бы Тоже своего рода по глазу Были читатели Которым был платный абонемент Допустим, любовных романов Там был Бурварных всяких И редактивов Может, это тоже бурварных И Короче, вот Платный абонемент Ну, допустим, пять рублей Там на неделю книжка Да, или на две недели Как-то так Кому-то Они выдавались Пардон, за спасибо Ну, в смысле, просто Вот Знакомый человек Вот этому человеку Надо книжку дать Просто так А кому-то, соответственно Так, платный абонемент Еще была одна бабушка Которая Ну, как бы Война была Все Ну, деревенская такая Кто-то умел читать А кто-то не успел научиться И Пошел впать На благо нации Вот Она сама научила читать Соответственно, писать И она читала В каком-то плане Иногда вот Любовные романы Но не такие Типа, как бурварные А какие-нибудь Такие Классическую литературу Там Какого-нибудь Дюма У нее в какой-то части В основе все равно Любовные романы Какие-то трактаты Труды Философские И у нее На булавочках У нее, кажется Был один глаз Или искусственный Или что-то такое Или не видел А вот Я как-то Как нежно отношусь К людям подобным Которые сами Что-то делают Сами вот Сама научилась читать И Какое-то другое отношение Идет Ну, как бы Одна Все-таки тема Для другого разговора Отдельного Я помню Мне кто-то в комментах Писал, что Ну, кто-то На меня наезжал Допустим Год три назад А кто-то говорит Да вы что Она ДТП пережила Поэтому У нее лапы трясутся Я так подумала Ну Значит Если у кого-то Лапы трясутся Без ДТП В данной деревне Была женщина Которая По молодости Ее На ферме работала Багула корова И у нее голова тряслась Ну что Как бы дети Обычно Сначала глупые Любые дети глупые Смелутся Или еще что-то Вот мы все удивлялись Что так Почему она головой трясет Ну Как бы Для ребенка Это непонятно А нам объяснили И вот Видимо Есть дебилы До которых Никогда не дойдет Дети Они или старые Уже Ну В смысле Нафига Просто Потому что Я считаю Что старые Это Собственное Желание Человека Кто-нибудь Наверное Скажет Что тут И сморгаюсь И подбородок Вытираю Одним И тем же Плотком Только Вот Ломен Дотянуться Была Не Нет Что не получится А вот они Я к тебе Переписала Вот Салфет Ну И вот Люди По большей части Все же Я надеюсь Что треть Людей Которые Видят Какой-то Дефект У человека Который В их мер Ну Допустим До них Это дефект А у них Это что-то Такое Удивление Достойное Не начинает Набить Человека Да Ну А нормальный Человек Как бы Я К примеру Просто Не обращает На такое Внимание У одной Дамы Были усы На верхней Губы В моей жизни Знакомой У меня было Три таких Дамы Которые Были усы Я как бы Их видела Знала Но у меня Как бы Пуфеву было Для кого-то Наверное Сексуально Считается Другой Считается Другой Принципе Так же Одна Как бы Я не застряла Неманенько Я не замечала Может она Как-то Маскировала Важно Она мне сказала У меня Усы И меня Зрители Теревят Я так удивилась Что у нее Усы Но я никогда Не замечала И вот Она почему-то Лается Как оскорбление Лишное Так я к чему Вот У меня где-то Там Есть бумажки Блин Она еще этим Хребушком Еще можно Вилку подобрать Со всякими Записями Вот интересное Что-то там было Или кто-то Человек Что-то брал Такое И про эту бабушку Тоже Мне было потом Интересно Живали Один мужичок Который Брал всякие Такие политические Книжки В основном То, что уже Никто бы не читал Труды Ленина Из деревни Ну Как бы Ни одного Наверное С ней Возрасты были Но какое-то время Еще я знаю Что ходил Тайла библиотеку А вот Насчет бабушки Не знаю Просто были Некоторые люди Которые К ней Как-то Так относились Во-первых Я считаю Что любой читатель Ценит Так же Как любой покупатель Во-вторых Ну Как бы У всякого Своей Возможностью Всякого Что-то могло В жизни Там быть Просто Она ребенок Войны И мало ли По какой причине Она не смогла Научиться читать Но потом Она сама Научилась Не ходя В школу Сама научилась Все Мне бабушка Пошла в школу В итоге За 9 лет Потому что Ей 2 года Пришлось сидеть В ней Как со своей Одной из сестер Как бы Читать она От этого Ну В смысле Она умела Читать Человек Она От этого Не перестала Быть В принципе Наверное Че-то от меня Те Кто Вопрошают Ждут Какой-то Другой Может быть Информации Но Я там Довольно Много Интересных Людей Встретила С кем-то Мы еще Общаемся С кем-то Просто Я в силу Того Что Да Город Как бы Маленький Но я Все равно Их не вижу Кто-то В итоге Зазнался Хотя Несколько Человек С ними Общался Они Как бы Литературным Турецем Занимались Я их Приволакила В наш Тогдашний Литератур Многое Кого Туда Приволакило И вот Некоторые Потом Зазнались А с кем-то Я до сих пор Общаюсь Кто-то Просто Девчонка Мы с ней Общались Она Ничего Ну Как бы Она Писала Что-то Но На тот Момент Благодаря ей Стала читать Какую-то Книжку Она Благодаря Мне Стала Читать Ну А Кадала Лин Эрика Точнее Даже Так Я помню Тише Не вопим Я не знаю Слышно В камеру Или нет В библиотеке Была первая Книжка Волкодава Но Не было Допустим Второй А у меня Тогда На тот Момент Были Все Книжки Я И Таскала Из Дома Книжки И Выдавала И Она Приносила В библиотеку С пометкой Что-то Моя Книга Мы С ней В какой-то Перед Времени Не Общались У нее Был Какой-то Ну В общем Сложный Период Жизни Она Как-то Не совсем Адекватно Реагировала Я не очень Это Понимала В какой-то Период Мы Просто Не Общались Наверное Вот В том Снова Возовновили Все Невтяк Человек Благодаря Которому Я Зарегистрировалась В инстаграм Из Очень Долгих И Больших Уговоров Зарегистрировалась Вконтакте Спустя Год Позже Того Когда Скажу Лишь То Что Мне Нравилось Там Работать Ну И В принципе Вот Именно Как Числящийся Работником Я Была Только На Выдаче Книжек И В фонде Самого Есть Как Считается Фонд Это Где Вот Совсем Фонд Чем Вы Протереть Тать Вот Где Допустим Новые Книжки Поступили Еще Что-то И Ты Проштамповываешь Записываешь Там Номер Инвентарный Приделываешь А Есть То Что Небольшое Хранилище Книжек Допустим В Читальном Зале И Небольшое Хранилище Книжек Рядом С Абонементом Ну Там Уже Потом То Что Было Абонементом Стало Таким Свободным Залом Там Всякие Мероприятия В том Числе Литературные И День Поэзии У меня Какой-то Снят В котором Я не Участвовала Как Чистец Потому Что Ничего Не Писала На тот Момент Но Участвовала Как Просто Зритель И Видео Снимала И То Что Раньше Было С Театр Книги Ну Всем Пока